Всем привет! Вы на канале Плохие Книги, с вами Семен, и сегодня я расскажу вам о фильме под названием «Черный телефон». Обычно я в первую очередь рассказываю о книге, а экранизацию упоминаю лишь вскользь. Рассказываю в общих чертах и пытаюсь отметить какие-нибудь отличительные особенности. Но сегодняшние гости не совсем обычные. Несмотря на то, что в руках у меня одноименная книга, «Черный телефон» — это не роман, а всего-навсего небольшой рассказ. Как можно снять полнометражный фильм продолжительностью 100 минут по рассказу, который читается за 30 минут? Наверное, есть много примеров разной степени паршивости, но давайте не будем вспоминать о плохом. Я вам расскажу немного о самом рассказе, а также об экранизации, которая внезапно мне понравилась немного больше. Итак, начну, как обещал, с рассказа. Главного героя зовут Джон Финни, и он типичный подросток кинговского романа. Но к Кингу мы вернемся чуть позже. Итак, мальчишку по имени Джонни, который любит играть в бейсбол, похищает какой-то странный тип, у которого есть воздушные шары. А сестра похищенного ребенка пытается найти его с помощью своих паранормальных способностей. И все это происходит в небольшом городке, в котором уже не первый раз пропадают дети. Здесь, как вы видите, имя на обложке Джо Хилл, а это, если кто не знает, старший сын Стивена Кинга. И кинговские ушки здесь торчат повсюду. Как я уже сказал, маленький городок, похищение и убийство детей, дети с паранормальными способностями, воздушные шары, ребенок в желтом дождевике. Хотя, ребенок в желтом дождевике, это возможно уже из экранизации. В любом случае, эти фишки Джо Хилл получил в наследство от отца, а экранизация лишь подчеркнула их. И это сразу можно записать в плюсы экранизации. Добавить бы сюда еще религию, Вьетнам и дурацкую концовку, и было бы бинго. Стивен Кинг очень любит испортить книги дурацкими концовками. Огромное спасибо Джо Хиллу, что не дал своему отцу испоганить концовку книги 11.22.63. Стивен Кинг об этом так и написал. Мой сын, писатель Джо Хилл, указал на несколько последствий путешествия во времени, которые я не рассматривал. Он также придумал новую и более интересную концовку. Джо, ты молоток. Так, меня откуда-то не туда принесло. Похищенный мальчик. Как я уже сказал, мальчика похищают какой-то странный тип и запирают его в подвале. В этом подвале есть только матрас, туалет и черный телефон. Позвонить в полицию, конечно же, не получится, так как у этого телефона оборван провод. А вот связаться с предыдущими жертвами маньяка вполне. Именно это и решает сделать Джон Финни. Точнее, не сам он решает. Просто в определенный момент этот черный телефон начинает звонить, а наш главный герой, наплевав на то, что находится в гостях, берет трубку. Из телефонной трубки он слушает подсказки, которые ему помогут сбежать от злодея. А может и не помогут. Я же не буду вам рассказывать, чем все закончится. Вот примерно такой рассказ написал Джо Хилл. Не сказал бы, что это шедевр, но получилось вполне неплохо. И по мотивам этого рассказа можно было бы снять короткометражку, в которых полно пылится на просторах интернета. Потому что ни один уважающий себе человек не будет смотреть короткометражки. А если вы смотрите короткометражки, то что с вами не так? Да ладно, я шучу, конечно, но мне просто сложно представить такого человека, который пришел домой, сел перед телевизором и стал искать, какую же короткометражку ему посмотреть. Так вот, почему же я считаю, что фильм получился лучше, чем рассказ? Дело в том, что рассказа мне катастрофически не хватило. Мне понравилась идея, мне понравилась реализация. И ведь можно же было написать побольше, добавить какую-нибудь предысторию похищенного мальчика, показать его школьные будни, показать его семью, его друзей, познакомить с персонажем чуточку поближе, а уже потом его похищать. Рассказ начинается практически с самого похищения. Сестру, которая пытается найти своего брата, можно было бы раскрыть тоже немного получше. Да ей вообще можно было бы посвятить отдельную сюжетную линию, которая посвящена поискам брата, привнести некую детективную составляющую. И предыдущих жертв, которые разговаривают с главным героем через черный телефон, можно было бы сделать тоже немного побольше. В смысле, не больше жертв, а больше разговоров с ним. И чтобы каждый из них предлагал свой способ выбраться из подвала. Мне кажется, что так было бы лучше. И к моему удивлению, сценаристу фильма тоже так показалось. И он все это написал. Фильм мне дал все то, чего мне не хватило в маленьком рассказе. И даже почти не изуродовал его. Практически никаких противоречий с рассказом нет. Ощущается все так, что новые фрагменты, которые добавили в фильм, как будто в рассказе были за кадром. Самое главное отличие рассказа от экранизации – это главный злодей. Но и то он основную фабулу никак не меняет. Ну и может быть отличие во всяких мелочах, на которые обычно всем плевать. Фильм получился отличным. Он создает атмосферу, держит в напряжении, иногда пугает скримерами, а иногда играет на нервах. Хотелось бы отметить и неплохую игру актеров. Итан Хоук, который здесь играет роль главного злодея, получился достаточно убедительный. Хотя и уходит практически весь фильм в своей маске. Мэйсон Тэмс, который играет мальчишку, тоже хорошо справился со своей ролью. И даже обладает некой харизмой. Он вполне мог бы справиться с ролью в каком-нибудь «оно» или «очень странных делах». Подводя итоги, могу сказать, что экранизация получилась удачной. К фильму, конечно, можно выдвинуть несколько претензий. Например, в нем не хватает глубины, более сложной конструкции сюжета или каких-нибудь листов. Кому-то он покажется одноразовой пустышкой. Возможно, так оно и есть, но давайте все же отталкиваться от первоисточника. Название шедевра кинематографа, он, конечно же, не ценен. И, возможно, вы его забудете уже на следующий день. Но если у вас возникает вопрос, что же посмотреть сегодня вечером, или вы просто хотите посмотреть какой-нибудь недоужастик-триллер, то считайте, что ответ на этот вопрос у вас уже есть. Скорее всего, вы получите удовольствие и вряд ли заскучаете. А что вам еще нужно от фильма на вечер? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok